в странах или в мире где живет огромное количество людей в процессе конкуренции у человека не может быть шанса какого никакого то есть он не может добиться богатства обычно это так и происходит мы посмотрите на своих соседей обычно люди не могут стать более богатыми люди не могут стать более там вот смотрите у одних есть магазин он хорошо торгует в центре находится почему им повезло вот я когда у них спрашивают почему что с вами да нам повезло получили этот магазин а почему им повезло дело в том что понимание почему везет это дает эзотерика если человек будет конкурировать просто в мире материальном то он не сможет конкурировать так как ему нужно быть более молодым более сильным более богатым более и не знаю каким там как это на русский перевести слово хуцпа наглым и так далее то есть вот это все он должен уже иметь и он должен иметь это максимально проявляя в окружающем мире то есть силу дерзость и так далее и при этом еще и бесстрашие там без сомнения совершать какие-то шаги и так далее но и при этом ему придется конкурировать законом и так далее но есть другой вид конкуренции он называется эзотерический то есть в эзотерическом мире есть другие законы и в этих в этом мире в случае если человек начинает тоже также развиваться то в этом мире где мало людей которые работают в эзотерик ли которые знают ее и в случае если они там начинают создавать что-то то там тоже есть конкуренция она очень влияет на материальный мир делая человеку успешным делая человека здоровым делая человека молодым делая человека там ярким делая человека еще каким-то именно поэтому я обычно и говорю необходимо заниматься эзотерикой но еще раз хочу вам сказать что эзотерика я бы хотел чтобы занимались конкретно моим направлением моей эзотерической школы как необходимо это изучать проходите ступени школы начните не с кодов не с мантры шумов начните проходить ступени школы вслушивайтесь и пытайтесь ощутить или понять ту философию которой я делюсь эти механизмы они очень просты к восприятию но без этих механизмов как я рассказал ранее невозможно видоизменение человека если человеку некогда если человек там торопится ему необходимы деньги то тогда он конкурирует материально человеку нужно успокоиться изменить свое мировоззрение поменять свое восприятие мира и после этого у него будет получаться по-другому он станет более везучим а эзотерика моя эзотерика которую я сейчас называю магией она связана с элементами обретения тайного знания которые расширяют возможности человеку быть просто везучим человеком вот и все